Здравствуйте! В эфире «Время жить», программа о самом главном, о нашем здоровье. Сегодня вы увидите. Аэробика для похудения. Эффективен ли степ для быстрого достижения результата? Воспитание и развитие. Как решить проблему подросткового возраста? Вся правда о сигаретах. Как курение влияет на здоровье человека? Желания бросить курить возникают у многих людей. У одних мотивацией становится проблема со здоровьем, у других – желание экономить деньги. Но независимо от причины, отказаться от сигарет чаще всего нелегко. Так как бросить курить навсегда и какие методы при этом использовать? Когда решение об отказе от курения принято, каждый отправляется по своему пути, пользуясь знакомыми и наиболее близкими ему методами. Обычно сначала пытаются бросать курить просто так, только с помощью силы воли. Многие действительно способны отказаться от курения таким способом. Но внутренние силы и мотивации для этого должны быть очень большими. Табачная зависимость обусловлена специфическим действием никотина на центральную нервную систему. То есть у нас в нервных клеточках образуются вещества, называемые нейромедиаторами, которые выделяются из клеточек и выполняют роль взаимодействия между нервными клетками. Когда их соотношение нарушается, то развиваются различные болезненные состояния. Ну, например, при тревожном состоянии соотношение одно, при депрессивных состояниях другое. Никотин вмешивается в обмен данных веществ и, с одной стороны, он подавляет выработку определенного нейромедиатора и в то же время сам же замечает его функцию. То есть стимулирует те же самые рецепторы, на которые действовал подавленный медиатор. То есть, и получается, что, чтобы человек себя комфортно чувствовал, ему необходима определенная порция никотина. Поэтому человек уже вынужден курить с определенной периодичностью. Официальная медицина относит курение табака к заболеваниям, обусловленным зависимостью от тех или иных веществ. Никотиновая зависимость стоит в одном ряду с зависимостью алкогольной и наркотической, поэтому требует квалифицированного лечения. С целью, чтобы снять данные болезни состояния, у нас проводится лечение различными методами, такими как илорефлекс терапия, с помощью которой выделяется в нервные вещества, не хватающие в организме, транскраниальная электростимуляция, то есть это воздействие слабыми токами определенных характеристик, которые помогают нормализовать данную функцию центральной нервной системы и стабилизировать эмоциональное состояние. Все больше людей, чтобы избавиться от курения, выбирают кодирование. Однако его можно назвать уже крайним методом лечения. Оно стоит довольно дорого и стопроцентной гарантии избавления от никотиновой зависимости не обеспечивает. Мы не кодируем. То есть кодирование, с одной стороны, подразумевает осложнение в случае употребления человека, вещества, от которых он закодирован. Здесь же, во-первых, человек может заказаться на куртном помещении, раз, и во-вторых, все-таки тут проблема решается эффективно, когда изменены стереотипы мыслительные, чтобы человек комфортно себя чувствовал. Нет никаких сомнений, что бросить курить не так просто. Тем не менее, если искреннее желание избавиться от этой напасти у вас есть, и решение принято вами сами, никем не навязано, у вас получится. Среди самых, пожалуй, важнейших стимулирующих причин для этого на первом месте стоит восстановление утраченного здоровья. Все-таки любое курение – это пагубная привычка, которая отражается абсолютно на всем организме. Берегите себя, любите себя. Начните с того, что кто же вас будет любить, если не вы же сами. Если вы сами будете к себе относиться столь халатно, то почему другие люди должны к вам относиться более внимательно, более, скажем, с большим уважением, если вы сами не проявляете какого-то уважения к себе, к собственным потребностям. Найти замену сигарете всегда можно. Регулярные физические нагрузки признаны оптимальным замещающим способом. Они дадут ощущение радости и принесут гораздо больше пользы, чем табачный дым. Следующий сюжет для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы с помощью фитнеса. Одно из популярных направлений для этих целей – степа аэробика для похудения. Замечу, что такой вид занятий был изобретен американским фитнес-инструктором Дженни Миллер, которая получила травму колена и для ежедневных тренировок пользовалась помощью ступени крыльца своего дома. Она хотела таким образом уберечь колено от дополнительных нагрузок, а в итоге получила новую методику эффективного сброса лишнего веса. В принципе, степ – это комплекс тех же упражнений, которые используются и в классической гимнастике. Такие тренировки положительным образом сказываются на сердечно-сосудистой системе и координации движений. Главное отличие степа от гимнастики заключается в большей нагрузке и, следовательно, в достижении более быстрого результата. Это совмещение аэробики и ходьбы по лестнице, по сути, опять же, повторюсь, под зажигательную музыку. То есть это интересно, это проходит быстрое время, обычно человек получает еще и массу позитивных эмоций. Ну и, конечно же, сжигается большое количество калорий, идет хорошая нагрузка на ноги, на пресс. Ну, в принципе, работают все мышцы в процессе. Двигаясь в активном темпе, поднимаясь на импровизированную ступень, вы даете нагрузку организму, активизируя процесс сжигания калорий. Так, за 50 минут тренировки вы сажете 400 килокалорий, а первый эффект от занятий при условии регулярности и правильного питания будет заметен уже спустя полтора месяца. По эффективности эту систему можно сравнить с бегом средней интенсивности. Ну, помимо того, что это большая, достаточно физическая нагрузка, да, степа аэробика развивает еще очень хорошо координацию, потому что всевозможные связки, всевозможные элементы, но они требуют от человека того, чтобы он становился более гибким, более, наверное, пластичным, несмотря ни на что, и ориентировался в пространстве тоже. Степа аэробика для похудения представляет собой танцевальные движения на специальной степ-платформе, которая выполняет роль ступеньки. Новичку хватит платформа высотой 15 сантиметров, а профессионалам понадобится хотя бы 25. В принципе, это еще какие-то хореографические элементы, да, то есть связки, и на первый раз может показаться, что все это очень сложно и вообще практически невыполнимо. Вот, то есть на самом деле пугаться этого не нужно, буквально одно, два, ну, максимум три занятия, и человек уже входит в колею, и все эти элементы уже больше не кажутся сложными. Степа аэробика окажет пользу любому человеку с нормальным здоровьем. А вот если у вас есть проблемы с суставами или если вы страдаете от плохого кровоснабжения, лучше подобрать для себя что-то другое. Конечно же, нужно иметь в виду, что это достаточно сильная физическая нагрузка. Во-первых, обязательно воду пить нужно в процессе небольшими порциями, но это необходимо. Потом стараться правильно наступать на платформу, то есть нога должна целиком попадать, ни на каких-либо носочках, ни на каких пяточках. Опять же, нужно иметь в виду, что если есть какие-то проблемы со спиной либо с коленями, то лучше, конечно, проконсультироваться с врачом. Степа аэробику можно использовать как разминку перед силовым тренингом, а также заканчивать ею тренировку, чтобы получить максимум пользы от занятий. Подростковый период всегда сопровождается переоценкой ценностей, так как это период не только полового созревания, но и становления человека как личности. Добавим сюда буйство гормонов и получим горючую смесь, результатом действия которой всегда являются различные комплексы неполноценности. Кому-то достаются маленькие, кому-то большие, но хуже, если с ними неправильно обращаться. Тогда они преследуют нас всю дальнейшую жизнь. Как же их не допустить или смягчить? Подростковый возраст – тот самый период, когда ребенок становится взрослым. Он учится анализировать происходящее вокруг, оценивает свою внешность и поступки, ищет свое положение в обществе. На этом этапе любое несоответствие представляемому идеалу может привести к появлению комплекса неполноценности. Появляется этот комплекс легко, а избавиться от него очень сложно. Иногда на это уходит целая жизнь. Предупредить их невозможно. Их очень важно смягчить. Потому что тот момент, который называется автономизация ребенка, его индивидуализация в подростковом возрасте, мы очень ярко видим. Но начинается это гораздо раньше. И для того, чтобы смягчить подростковый кризис, важно вместе с ребенком пройти предыдущие два кризиса. Это кризис трехлетнего и кризис семилетнего ребенка. Большинство детских психологов сходятся во мнении, что для ребенка возрастные кризисы просто необходимы. Не пережив их, малыш не сможет полноценно развиваться. Кризис трехлетнего ребенка – это когда ребенок начинает говорить про себя «я» и биться за то, что «я сам». Бьется ребенок в этот момент, как правило, за то, что ему доступно. А доступно ему – это то, что «я буду или не буду есть», или что «я буду или не буду надевать». Также, может быть, в какие игрушки я буду или не буду играть. И здесь очень важно определить для себя те ограничения, которые… Зимой не вопрос, выходит ребенок в шапке или нет. Ребенок выходит в шапке. А вот в какой, если их несколько зимних шапок, пусть ребенок выберет сам. То есть очень важно разрешить ребенку в этот момент отбить у родителя разрешение самому выбирать, что я ем и что я надеваю. Кризис семилетнего ребенка, так же, как и кризис у трехлетки, сопровождается резкой сменой поведения. В этот период создается впечатление, что ребенок не слышит замечаний и просьбы взрослых. Также малыш в это время позволяет себе отступать от дозвольных рамок. Он пререкается, отговаривается, кривляется. Довольно часто кризис у семилетнего ребенка связан с началом его учебной деятельности. Приблизительно в 7-8 лет, иногда это немножко раньше начинается, идет возраст, когда ребенок бьется за право иметь свое мнение. И тоже очень важно разрешить ребенку его мнение иметь и с его мнением считаться. И, соответственно, тогда человек, подрастающий к подростковому возрасту, приходит с ощущением, что, в принципе, я могу сам выбирать себе еду и одежду. Я имею право на собственное мнение. И тогда в подростковом возрасте остается только одна, по-хорошему, она сложная, но она одна вещь. Это я сам решаю, как и что я делаю в жизни. То, за что бьется, собственно говоря, подросток. И когда вы остаетесь наедине только с тем, что ваш подросток-ребенок бьется только за это, вам не приходится одновременно с этим решать, а в случае непрошедших предыдущих комплексов на вас вывалится все сразу же. Подростковые комплексы могут стать причиной многих необдуманных поступков. В поисках самоутверждения ребенок может избрать вредные привычки. Поэтому в воспитании своего малыша важно уделить внимание такому моменту. Тут на самом деле очень важно ценности семьи. Потому что если в ценности семьи входит как важная ценность, это то, что мы называем здоровый образ жизни, а ценности семейные ребенок усваивает до восьми лет. Понимаете, да? То есть после восьми он уже начинает усваивать ценности своей референтной группы. Поэтому если до восьми лет у ребенка эта ценность есть, то даже если он попробует за компанию, это не будет для него, это не войдет в его ценность. А вот если идет противоречие между тем, что у семьи ценность одна, а декларируется ребенку другая про то, что нельзя ни пить, ни курить, и вообще ты погибнешь, то тогда чем больше вы акцентируете запрет, тем больше в подростковом возрасте желание этот запрет пробить. Да, и поэтому вопрос питья и курения – это вопрос к более младшему возрасту. Конечно, быть подростком нелегко. Сверхактивность гормонов, взросление организма, новые ощущения, частная смена настроений – это лишь малая часть того, что ожидает каждого ребенка в период полового созревания. Именно в это время для него важны поддержка и внимание со стороны родителей, их любовь и забота. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам хорошего самочувствия и бодрости духа. Помните, любое здоровье не выдержит, если на него постоянно жаловаться. Радуйтесь каждому дню и тому, что у вас есть. Самосовершенствуйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова